ну как это получилось испачкаться и грант тоже ну вы малышей даете покажи ну что думаешь навсегда останется ну ладно тебе давай попробуем отстирать и пятна выводить хорошо и гранта майку тоже постираем посмотри тут тоже суп давай мы не тут рекомендовали одно средство o2 clean гель для стирки для детской одежды само то поскольку он безопасен для кожи ребенка и подходит для любого вида ткани а еще говорят справляется с самыми большими загрязнениями тем более гель наливать очень удобно потому что есть специальный носик и мерный стаканчик рэм рэм иди скорее смотри как футболка отстиралась смотри какая чистая футболка грантик да и твоя тоже чистая посмотри теперь твои старые футболки сможем отстирать что случилось ты упал испачкал майку но не переживай зайка теперь я знаю что сделать с твоей грязной одеждой мы ее обязательно оттираем договорились теперь и вы будете знать что делать с грязной одеждой вашего ребенка кстати в описании этого видеоролика есть промокод на скидку так подруги привет дел труба я тут готовлюсь к своей съемке презентации которые у нас будет уже завтра вы ее увидите в среду в общем и я понимаю что гардероб просто беда мне нечего одеть но по крайней мере в лучшем случае есть что одеть сверху а как настоящий блогер но очевидно придется сидит в трусах из того что я нарыла что вроде бы как бы мамские джинсы это окей потому что нас антураж будет такой расслабленный моя рубашка диск вард вечно любимая белая рубашка макс мару кент с такими вот деталями прикольными пиджак который можно на рубашке а потом совершенно прекрасная вот такая вот история вязаная безрукавка с стойкой очень клевый свитер еще один очень клевый свитер с дырами богатый бедный и бомж называется стиль короче мы с вами поехали в магазин искать какой-нибудь нормально резервный вариант ну как минимум что-нибудь на задницу мне натянуть так что но если у меня спросите о чем ты думала ранее ну как бы вот женщина выглядящая так последние дни ни о чем другом не могла думать тем более женщина которая обувает ребенка в маленьком лифте ну сами понимаете короче ничего не думал думал обо всем остальном и просто оставил этот вопрос на последний момент а вообще это были называется каждый развлекается как может ну в общем и как нравится нам очереди нравится так все побежали так на улице совершенно чудная зима хотя уже вроде как весна до подружки поздравляю кстати вас с марта сегодня третье число у нас с вами это прекрасно в общем погода она настаивает о том что нифига хотя целом-то каждый год она тоже наверное окончание зимой короче гранта татучи собран одет я тоже сейчас побежали на машины и поедем искать одежду на презентацию вот за это люблю классические черные солнечные очки что для того чтобы их надеть нужно просто наличие солнца и да челка сегодня отсутствует просто потому что вот сегодня все так я вот прям скажите спасибо что хоть что-то дельное на себя надела чтобы выглядеть прилично выйти из дома но вот такой вот день вот ребенок счастливый сидит он одет естественно поприличнее и по случаю больше чем я ну как бы как обычно поэтому терпим под подруги и сильно не критикуем в одном из последних видеороликов я честно прифигела от того насколько некоторые подруги женщины давайте женщины в этот раз насколько они меня загнобили за только что из салона у бровиста покрашенные брови были честно я как бы офигела я не то чтобы жалуюсь пожалуйста ну как бы ваше мнение нравится не нравится все в порядке комментируйте но я вот от чего офигела от того что кто как не мы знает как выглядят брови которые только что покрашены в салоне как минимум два дня ну как бы это вот женщина брови реально ну вместо фонарей можно использовать и в темноте читать с этими бровями как же вы жестко меня там захайли за мои брови какая я страшная какая ужасная брови адские форму не то короче подруги вы чё и по поводу моего а кони и так они сразу же если мы на этой теме я знаю и читаю ваши комментарии и 100 миллионов раз я слышала от вас замечание по поводу того что дико раздражает уши слух и все остальное режет то что я а к и к и к и м к и и свои паузы между мыслью предложениями прочим заполняю а конем это не сильно за это извиняюсь я понимаю что это многих может раздражать моя причина в том что русский не мой родной язык да не ведет вас заблуждение достаточно хорошее произношение и как мне говорят отсутствие акцента все равно русский не родной мой язык мой родной латышский язык и поэтому частенько когда я пытаюсь сильно концентрироваться излагать мысль и говорить на русском языке то мозг у меня немножечко врушится и мне приходится искать слова формулировать в голове знаете это но не совсем то же самое но а вот те которые говорят на иностранном языке и часто говорят что тяжело потому что в голове приходится сначала переводить мне не совсем приходится переводить и не перевожу но тем не менее чтобы сложить свою мысль в какую-то структуру предложения и и потом артикулировать а чтенько ресурса моего этого материнской платы не хватает и начинают коротить и я начинаю акать емкать то есть вы понимаете да во время вот этих секунд происходит процесс у меня процесс в голове строить следующие предложения ссори так и тем временем мы прикатили в толсторис будем смотреть красиво одежду потому что я очень давно хотела хотела чего нибудь здесь в этом магазине купить поскольку стилистика их нет дико дико нравится и мне кажется на съемку нам что-то что-то здесь да подойдет я очень надеюсь я вот ехала и думала чтобы я хотела такая неформальная обстановка там будет и я что-то подумала что я бы дико хотела какой-нибудь знаете такой широкий в бежевых оттенках костюм брючный с пиджаком сейчас пойду искать дружечек тебя тут час мы приоткроем в общем нашли костюм вот такой вот смотрите подружки очень красивого оттенка обычные такие не покупала мне бы потемнее кажется но тоже неплохо мне кажется очень красиво есть серый но серый очень строгий мне надо прям совсем что было не строго но если мы с этим совсем как-то не найдемся не разберемся будем еще искать и смотреть какие-то варианты можете увижу что-нибудь такое что скажу ого ну вот например как вот это углу скажу мне это совершенно надо купить например брюки и одеть что-нибудь там наверх рубашку голубую а еще я оценила и заценил их джинсы они какого-то мега прикольного качества смотрите как все красиво короче я пойду мериться по друженьке сейчас посмотрим интересно это кожа или зам похоже на зам давайте посмотрим так чё тут написано то цена 16 да это зам конечно он конечно ладно так короче пойду по рыскому поищу нить еще ой какие тут у них классные штучки обожаю эстетику когда вот все такое вот прям какое-то классное видно что качество хорошее не так просто что типа знаете сдалека прям ой как блестит подходишь там что это вот у них тут как-то все так как-то нравится будет мага взяли штаны xs что удивительно а пиджак с есть конечно еще м и л но мы решили м ку-ку нет не подбирать к тем что нам потому что они ну прям слишком ну так уже мужской крой широкий поэтому получается у нас вот так кстати подружки по поводу поддержки друг друга у меня есть подруга которая в преддверии 8 марта очень нужный для нас человек во первых она занимается цветами во вторых у нее ровно так же как у меня день рождения 8 марта оставлю вам описание ссылку а проходите посмотрите потому что она делает просто фантастические букеты цветов ее салон называется элементом находится санкт-петербурге и действительно шикарные фантастические цветы которые мне кажется на 8 марта должна получить любая себя любящая достойная женщина отправляйте своим мужчинам а либо берите себе за на заметку если мужчина не понимает заказывайте самый дорогой букет сами себе а ему просто потом а если масочку сколько это стоило сколько денег он должен должен обернуть ну или маме подруге еще кому-нибудь из ваших любимых подружек если хотите подарить цветы потому что значит именно в наши женские деньги в наш праздник она как никто другой сможет порадовать подруг красивыми красивыми цветами так ну что ж дело сделано кстати пока я здесь я еще забежала за бижутерии и набрала вот такой вот комплект разных сережек и к своей манере в общем сложила то что обычно люди складываются смотрится очень даже прикольно в другом ухе одна сережка но думаю еще покручу поверчу там еще были такие комплекты когда одна сережка одна а вторая другая в общем там еще посмотрим на в целом очень красиво еще браслеты дома покопаюсь что у меня еще из моей старенькой бижутерии есть ну в общем в целом мы к съемке готовы с точки зрения одежды еще осталось завтра значит мы делаем укладку красиво макияж все увидите главный шоппер коляску соком залил и вышел на дело дружочек героический ребенок не спарился от жары терпеливо сидит улыбается и терпит матери на вот эти вот и выпендроны его и выходки не покидай меня не покидай меня котенок иди сюда лучик мой сладкий пошла подруженцы и миссия невыполнимая выполнена в общем прекрасно вот приехали мы домой лоферы у меня будут вот такие вот я конечно пожалела что бордовой свои оставила в риге ну ладно уже как есть тем более что мне кажется что обувь в кадр не попадет хотя фиг его знает осталось только найти какой-то топ или майку или чего-то или рубашку навряд ли а под пиджак и все дело в шляпе так аксессуаром у нас тут прям вот такая красота выходит я достала вот свои какие-то старые аксессуары вот мои кольца очень давные но сильно любимые марджиэла потом сережки которые я еще покупала когда была в мексике но и все остальное кто с самого начала мой канал смотрит вы знаете что эти сережки у нас первом видео еще или заставки я их заставку их одевала не помню короче у нас тут все в таких вот золотых черных оттенках прям очень прикольно я не думаю что я одену вот эти сережки потому что волосы будут распущены они все-таки лучше либо с короткими волосами либо с убранными но вот такие вот браслеты на руки и сережки всякие разные мелкие они прям прям в тему будут ну чтож подружки все а мой маржа бросок на самом деле был мега удачным во-первых потому что грант всю дорогу ржал шутки свои какие-то шутил и что-то со мной дико довольный и веселый общался и плюс ко всему это время такое знаете у него на грани когда ему уже нужно спать он по дороге туда вздревнул 20 минут вообще не возникал и не прогозил когда я его разбудила наоборот что такого ладно все пошли в магазине терпеливо смотрел на мать которая там переодевалась и и все бегала туда-сюда заигрывал с девчонками и на обратном пути просто доехал до дома сколько мы полчаса точно ехали для него это много мамы меня поймут что время с детьми минута как вечность вот и поэтому если нужно ребенку укладывать спать и тебе нужно до дома доехать 30 минут мы все знаем что это вот прям опять же миссия невыполнимая довести ребенка на том чтобы не уснул особенно того ребенка который любит в машине спать но мой молодой человек выдержу прекрасным образом доехала дома и сейчас комфортненько улегся в своей кроватке и в общем-то спит свой дневной сон а я все я значит за твои прикрыла все отлично мы собственно будем красиво одеты на съемку кстати по поводу прикрытого зада я все вспоминаю мне кажется что вот история моего участия в давай поженимся она никогда не умрет потому что она сопровождается всякими комичными комичными маленькими историями которые происходили во время съемок и до съемок это просто ну блин это просто отдельный день в моей жизни который можно вспоминать и разные истории рассказывать в общем напоследок вам расскажу дело понятно дело было в москве останки на зачем мы снимаем давай поженимся и я оставалась своей подруге ленки которую собственно тоже участвовал этой программе со мной была подруженцем они на вот и понятно дело мы там за несколько дней готовились наряды готовили сильно заранее вот я что-то не знаю чем я думала когда выбирала платье свое наверное думал о том же о чем думал когда в принципе пошла на эту программу веселую короче я решила на заказ пошить такое изумрудно-зеленое платье декотажное и она с запахом только сзади то есть когда ты его одеваешь ты в него вот так вот как хирургический этот халат руками пролозишь и сзади это все запахом и на пояс завязывается то есть на ногах есть красиво очень разрез но он задней части в общем день съемок нам в назначенный час нужно оказаться в студии ленка моя жила на северо-западе города собственно доезжать по одной ветке метро вот но ехать там это метро минут сорок а мы что-то решили что нет мы на метро не поедем наш друг женька который тоже участвовал передачи он за нами заехал на цветачки мы значит все сумки собрали собрали ленка повесила коферы с моим платьем и и одежда и значит на дверь пока мы одевались в общем все 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 собрали собрали багажник загрузили и поехали все мы приехали там ждет девушка которая меня красила волосы мы уже дома сделали ну и короче мы припарковались значит ну нормально доехали запасом время волосы такое и уже выходя из машины нам дали зеленый свет что мы можем заходить мы значит вещи собираем я ленка рулем возьми коферы она где они я в смысле где они но там где-то положил там они есть они коферы не клал машину него смысле его сути короче оказалось что он эти коферы забыла мы забыли все мы давно были дома коферы как-то была уверена что она взяла не знаю почему но как обычно она уверена что я взяла яви нашла взяла у нас паника мы значит на этом останкины стоим ленка говорит все давай ты иди краси мы же не поехали обратно машину значит мы на машине до метро доедем это будет быстрее потому что уже время пробок значит на метро мы доедем до дома возьмем коферы и обратно по дороге я буду краситься потому что вариантов уже никаких нету я когда хорошо и они рванули я короче иду в стрессе в этом до этого останки на защит меня накрасили отправили уже в эту комнатку но кто смотрел передачу хотя бы раздайте в эти комнатки где сидят вот эти все друзья невесты и сама невеста или женихи или кто там сидит в общем я сижу а естественно пришла вот как с кровати вывалилась ну смысле одежда я в триньках значит она мне какая-то рваная майка угги и я такая накрашенная сижу с бигудями значит в этой своей комнате одна там заходит время от времени уже люди которые типа на типа чуть-чуть проверяют там где ваши вот это вот все где ваши друзья и где ваша одежда игра не поехали за одежды сейчас капец я понимаю что все ну съемка срывается но это все ну то есть это не поженивсе бы зима сейчас выйдет с этой со всеми подругами своими василиса и розы я короче сижу нервничаю уже все короче расселись по своим комнатам ко мне все более нервные заходят продюсеры и все остальные я сижу как роза матька и все жду вот все судорожно звонят ленка уже там психах в этого метро мы едем все едем уже чуть не там куку кубырями они вот это вот спотыкаются и бегут я короче сижу в павильоне в этом своей комнатке и я слышу вся типа снимали мотор и это я понимаю что гузеева пришла и она зашла в павильон и все мы снимаем если гузеева готовы все готовы если ей кто-нибудь сейчас скажет что я не готова это будет капец капец она меня прибьет просто ну то есть она зашла с таким авторитетом и что-то там она очень громко так правило что типа вся работа и сейчас когда и когда гузеева начинают говорить свой текст там же показывают фрагмент икона так как а то но невеста которых она там рассказывать и тут орут мотор я сижу извините обосравшись и короче и вдруг она такая стоять я губы забыла накрасить сейчас приду разворачивается и уходит и она просто исчезает на 15 тем временем все в истерике звонят ленте короче проходит еще какое-то время и я слышу прям какой-то шум и я понимаю что моя лена бежит я выхожу из-за комнаты в дверь так приоткрывает бежит ленка злая как черт я знаю мою лену это вот просто адский суслик когда взлана маленькая метр с кепкой но на блин если зла лучше к ним подходить лена с перекошенным лицом половина лица ровно пока накрашена то есть один глаз она красила в машине другой глаз пыталась метро ну и это не получилось с одним накрашенным глазом короче злая мне этот кофер вот так вот продюсер такое говорит вы вы не накрашены вам нужно накраситься вам нужно одеться мне нужно ну там стоит рядом человек с микрофоном мне нужно на вас нацепить микрофон она только на него смотрит мне все равно мне надо накраситься и все-таки она тебе телевизиончик отработал хердать сколько времени это плела ну понятно короче она сидит там и судорожно краситься я понимаю ну как а также ну студент как бы все открыто а у меня платье такое что извините без нижнего белья потому что трикотаж на то есть там все видно мне ничего не остается как переделаться прямо там зеркало нету мы эти пакеты все вот так вот в обувь вот так вот платье я натягиваю я понимаю что я не вижу как она села потому что его нужно поправить то есть она вот тут вот прям торчит а сзади короче нужно завязать правильно чтобы у меня запах мы закрылся блины чтобы я могла это пройти нормально и мы вот это делаем и как только в эту секунду как только я надела это платье не поправили микрофон и села эту лавку же не села славку ему одели микрофон лена наконец-то накрасила подкрасила второй глаз и кое-как намазала там губы переоделась реально в прямом смысле с голыми жопами мы сели на эту лавку возвращается музеева и начинается съемка мотор и вот такие сидим я просто я была в таком шоке что у меня я ничего не понимала что происходит и в принципе не понимала куда мне смотреть и у меня уже все просто у меня вот так вот все уплывало от стресса но самое интересное было дальше когда вызвали меня из комнаты за знакомиться с этим чуваком я выхожу из комнаты и там нам показывали как нужно проходить и проход осуществляется таким образом что большую часть вот прямую вот этой дороге до вот этого жениха где вот там они встречаются и такие здравствуйте я сегодня пришла чтобы там вашу жизнь прекрасно улучшить и в общем будем forever and ever и вот это вот все я уже не знаю что это говорил но вот вот эта дорожка чтобы до него дойти ты идешь спиной к зрительному заму а там кулисы и сидят куча народу которые вот хлопают и каждый шаг который я делала вот во время своего прохода с каждым шагом я чувствовала как моя задница приоткрывается все больше и больше и я понимала что вот добру долю вот этой дороги я просто иду голой жопой к залу и они вот просто вот наслаждаются вот как бы шоу шоу в прямом эфире блин приехала латышка чтобы с голой жопой пройтись на этом центральном телевидении и это на всю россию матушку короче вот такой вот прекрасно такой процесс прекрасной съемки был вот моего участия помимо этого всю съемку операторы которые были в нашей комнате ржали и просили чтобы я по-латышски училы и их матным словам и друг другу они передавали всякие слова но и в общем но по итогу все меня там сильно полюбили гузеева и василиса и роза были от меня в полном восторге василиса сказала что я украсила программу и собственно все это дело закончилось сильно успешно слава тебе господи что женихом и больше никогда не увиделись и в целом все дружно поржали и на этом поехали отправились домой в общем дальше тусоваться вот такая вот веселая история подружки а для вас для тех кто знал про это это прекрасно прекрасный день моей жизни вот вам дополнительные истории на самом деле не помню рассказывал я вот эти нюансы или нет про тех кто не знал в общем можете для вас удружно искать этот выпуск что-то он там назывался жених что-то из брусселя что-то с брюсселем связано то что они там набрали всю европейскую короче команду в общем можете поискать посмотреть это было сильно весело там я конечно еще маленькая было давным-давно лица не знаю сколько 10 назад но было весело вот так что такие вот дела подушки на этом заканчиваю все мне еще очень много всего что делать надо вам желаю доброго доброго дня подружечки все мы с вами следующий раз увидимся во время моей презентации в среду 8 марта пожалуйста не пропускайте будьте готовы проходить на мой сайт покупать мой продукт и я очень очень надеюсь что он вам понравится а если вы купите себе и подруги или 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 там еще своим близким как раз таки на 8 марта и на все другие возможные праздники я буду сильно-сильно рада потому что вот это будет для меня очень много значит также давайте подружники все целую обнимаю я пошла готовиться примиряться и собственно нервничать перед большой съемкой мы с вами увидимся 8 марта держите за меня кулаки и в общем да все пока переносии у у у у у у у у у Продолжение следует...